Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с Барсиком вам расскажем, какими препаратами пользуюсь я на данный момент и какими пользовалась в течение лета. Потому что они у меня закончились, и новых еще пока не купила. Дело в том, что я живу в средней полосе России, и считается, что у нас это зона прям такого экстремального земледелия. Дело в том, что вот до этого, ну года два назад, не было таких проблем с погодой. Да, у нас была изменчивая погода, но не было такой сильной жары. Для нас жара это что-то нечто. Я очень тяжело переношу жару, растения тоже тяжело жару переносят. И, соответственно, в жару появляется много вредителей. Много вредителей, и некоторые препараты в жару не действуют. У нас в этом году паутинного клеща, тли, белокрылки, кого только не было. Это просто какой-то ужас. Я постоянно обрабатывала. Дождей нет, жарко. Это просто рай, вот конкретно для паутинного клеща. Итак, удобрения. Давайте начнем с удобрений. Удобрения, которыми я пользуюсь. Мне очень нравится удобрение Бона Форте. Во-первых, это наше российское удобрение, да, то есть оно в любом случае не пропадет, так сказать, с радаров, и оно всегда будет вот в наличии. Это удобрение я буду использовать первый раз. То есть я обычно пользовалась, допустим, удобрениями в жидком виде, либо в сухом виде, да. Но вот пролонгированного действия я буду использовать первый раз. У меня здесь наноудобрение для комнатных цветов и рассады. Так, давайте пробежимся по формуле. Что меня подкупает здесь? Барсику грезила. Здесь у нас азот 7,5, фосфор 7,5, калий 7,5. То есть плюс еще здесь микроэлементы. И, да, вот витамины и янтарная кислота. На самом деле для растений это очень-очень хорошо. Буду пробовать. И еще, вот у меня еще одно удобрение. Но вот, смотрите, здесь написано для пионов и роз. Дело в том, что вы можете использовать для любых цветов. Потому что, смотрите, какая здесь формула. И не только, кстати, для цветов. Азот 5, фосфор 13, калий 13. Азот у нас за что отвечает? Азот отвечает за зеленую массу. Фосфор за корни, калий за бутоны. То есть это, грубо говоря, цветочное удобрение. Ну, тут точно так же есть витамины, янтарная кислота и микроэлементы. Кстати, любое удобрение, которое я беру, я стараюсь брать его, чтобы оно было с микроэлементами. Без микроэлементов я не беру. Так, что хотела сказать, мысль потеряла. Ну, в общем, использовать его можно не только для пионов роз. Вот к чему я в виду. Кстати, удобно я такой взялся. Тут мирная ложечка. Здесь он гранулами такие. А вот это удобрение для рассады. И цветов оно комнатных. Оно прям такое порошочком. Буду пробовать. Дальше. У меня есть удобрение. Это я удобрение покупала в фикс-прайсе за 33 рубля. Азот, фосфор и калий. Уже за Кузнецова, кстати. Нравятся они тоже мне. Так, здесь азота, фосфора и калия в равных количествах. По идее, нужно сначала удобрять азотными удобрениями, потом в равных количествах, потом фосфорно-калийными. Я не люблю так делать. Я просто беру вот какое-то либо универсальное удобрение, либо вот как здесь для комнатных цветов. Но вот это удобрение для комнатных цветов, я его буду еще использовать. И если оно у меня останется до зимы, до весны следующей, до лета, я буду использовать его еще и на уличных своих цветах. То есть нам главная формула. Смотрим на формулу. Азот, фосфор, калий. Азот – зеленая масса. Фосфор – корни. Калий – бутоны. То же самое. Азот – это стебли. Фосфор – это корни. А калий – это завязи овощей. Да, то есть не только на цветах, но и вот вам главное запомнить это. Я вот говорю, чем пользуюсь. То есть у меня нет кота. Я, например, не пользуюсь удобрениями, вы знаете, сейчас осмокот и так далее. Вот у меня чисто все хвостенько. Главная формула. Самая главная формула. И смотрите по растениям. Если вам говорят, что поливаете прямо постоянно, постоянно, постоянно. Лично я считаю, что нет смысла поливать постоянно, если у вас, вот вы видите, что у растения все нормально. Вот я буду закладывать удобрения пролонгированного листья. Но у меня будут расти в, как бы, такие растения. Я планирую высаживать, что, допустим, бегонию. Бегонии не нужно очень много прям питания, как, например, петунии. Да, петунии много надо. Но так как здесь вот, да, вот в этом вот пролонгированном удобрении очень небольшое количество, да, азота, фосфора и калия, я буду смотреть на растения. Если ему будет не хватать, то я буду его подкармливать. И как я буду его подкармливать? Вот, например, указано, что нужно на один полив раз в неделю использовать вот, например, 30 миллилитров, да, на 10 литров. А я буду использовать при каждом поливе, но по 10 миллилитров. То есть дозу буду уменьшать, но с каждым поливом. Итак, перейдем теперь дальше. Энерген Аква. Это приобретение у меня исключительно для бегонии и для эустомы. Так сказать, взялась выращивать, милая моя, купи энерген. Ну и на другие посмотрю, кстати, почему. Ну, вообще целенаправленно покупала я именно для них. Дальше. Эпин. Хочу сразу сказать, что эпин покупать вот в таких вот бутылочках, да и все покупать в таких бутылочках, намного дешевле, нежели покупать в маленькой упаковочке. Имейте это в виду. Теперь перейдем к индицидам. Я использую биопрепараты. То есть это у меня кутоспарин. И на розах, фонфосах и цветах я использовала чисто цвет. В этом году, потому что у меня заболела мультифлора. Я тут ее лечила-лечила. Чем я только ее не опрыскивала. Потом плюнула. И, короче, она у меня там зацвела, кстати, даже. Но скажу одно. Больше выращивать мультифлору в контейнерах я не буду. В открытом грунте, да. Я ее буду выращивать, потому что хорисонтему я очень люблю. Но именно в горшках нет. В горшках, да, я буду выращивать синюю, бархат, там, и так далее. Но только не мультифлора. Мне не понравилось вообще. И еще вот у нас фитоловин. Это тоже у нас всевозможный. Дальше. А, еще про удобрения забыл сказать, что купила такое вот удобрение для рассады. Рассаде нужно менее, то есть более щадящие, вернее, такие формулы, чтобы не сжечь корни. Потому что рассада, это что? Это маленькие детки? Не маленькие, маленькие, маленькие такие. Соответственно, им нужно питание не так много. Им нужно... Ну, мы же ребенка кормим не так, как сами едим, правильно? Меньше и так далее. Вот. Поэтому для рассады мне отдельно. В обязательном порядке липосам. Без липосама я обрабатывала, но мне казалось, что это не так вот прям как-то действенно. С липосамом стала обрабатывать, стало как бы получше. И, кстати, сейчас цветы дома я обрабатываю раз в неделю липосамом с фитовермом. То есть я смешиваю их и обрабатываю их. Так, дальше. Что это самое интересное? Это у нас с вами. Сейчас вот я вчера буквально разбирала, тут залежу все свои. Вот это у меня есть в этот момент. Так. Ви-58. Его я услышала, использует блогер. Галина Гуськова. Да, вроде так зовут ее. Она этим Ви-58 спасалась от мучнистого червеца. Ну и тут, кстати, очень много всевозможных вредителей, на которых он действует. Дальше. Это химия. Самая настоящая химия. Так. Дальше пошли от муравьев и почвенных мушек. Муравьев в этом году у меня было море. Они у меня были везде. Просто я их из одного места выгоню, они у меня в другое. Я их из одного, они у меня в другое. От муравьев я пользуюсь бросом, либо громом. Больше ничего не помогает. Дальше. Также у меня от паутиного клеща дома я использую матрин-био. И, конечно же, фитоверм. Но смотрите. Бывает очень часто, что... Вот он, фитоверм. Бывает такое, что вы покупаете очень-очень много средств от, например, паутиного клеща. Но смотрите на действующее вещество. Обычно и очень часто бывает такое, что действующее вещество одно и то же. Просто разное название. И это просто пустая трата денег. Поэтому смотрите на действующее вещество. И еще ловушка клеевая у меня есть. Я ее нарезала. Здесь такие листы большие. Я ее нарезала. Тут уже несколько штучек отрезала. Резала сама. И прикрепила на стеллаже. Там у меня, видите ли, наверное, такие желтые штучки, прямоугольнички. Вот это она и есть. Белокрилки, хоть у меня дома и нет. Но не повредить. И еще спирт. Спиртом я обрабатываю инструмент, которым я работаю. Для подстраховки. Но все равно лишним не буду взять и обтереть, допустим, нож или ножницы. Ну что ж. Я думаю, что... А, еще у меня есть вот такие лопатки. Ложечки. Они разного... Разный объем у них помещается, так сказать, от мала до велика. Вот. Мне понравились они. Потому что, вот допустим, бывает нужно отмерить 1 грамм. Или там полграмма. Или там 10 грамм. Но ты же не будешь с весами, а вот. Бывают они в сыпучих таких вот, допустим, удобрения или... Ну, какие-то препараты. Они в сыпучем виде. И где ты будешь это все отмерять. Поэтому вот у меня такие ложечки есть. Кстати, по поводу укоренита. Пробовала я и с укоренитом. И без укоренита. И как-то, знаете, особой разницы не заметила. Пользоваться какими-то препаратами для лучшего укоренения я не буду. Это лично мое мнение. Я никого не принуждаю пользоваться тем же самым, чем и я. Кстати, вот Алатаром я обрабатывала летом. Передавала Алатар. У меня еще что-то было. Искра. Вот. Помощник в обязательном порядке всегда должен присутствовать. Ну что ж, дорогие друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем желаю хороших урожаев. Мирного неба над головой. И всего-всего самого наилучшего. Мирного неба над головой.